добрый вечер дорогие мои вы на канале приют ангелов с вами народная батюшка мира и добра вам от при святой троицы сначала выполню просьбу инны инна просит чтобы я у батюшки спиридона попросил ей помощи что-то у нее там с работой не так и вот отче спиридоне помоги пожалуйста и не инна я попросил а ты уж сообщи что изменится вот как как все поменяется это первый такой просьба и теперь маленький ответ на вопрос который задает посетитель нашего канала и он спрашивает почему вы в такое время говорите о таких вещах ему показалось что то что вы с вами занимаемся в школе ангелов это такие отвлеченные вещи и у меня вопрос а какое время время какое конечно у нас она стала более напряженные потому что идет война и и трудности у нас военные у страны но на планете земля война никогда не кончалась и гибель человечества или людей продолжается постоянно в очень больших как говорится количествах это недавно вот была информация что мы думали что самая большая гибель была в годы второй мировой войны а оказывается по-моему в судане там ну или в какой-то стране вот африки в прошлом году погибло гораздо больше чем в во второй мировой войну за год и это как и это что и это то что война то постоянно идет если тому кто живет вот здесь на своем месте в своем домике в своей городке или деревне как-то вдруг неожиданно что что-то тут пришло и надо каким-то образом напрягаться у духовного человека у христианина все пространство окружающие его в том числе земля и небеса в его власти он переживать должен за все и он должен время все время то самое для себя считать что идет битва она не прекращается больше меньше людей гибнет вот сегодня в дом пришла война завтра на в чем-то доме другом происходит это не меняет ничего битва идет не успокоились темные силы они все еще пытаются уничтожить человека и поэтому чем мы здесь занимаемся о чем я с вами здесь разговариваю о каких таких вещах вот что ему ему школа ангелов такой показала что это такое детство развлечение то чем мы занимаемся а я вам скажу так это боевые искусства до этого выходили в храмы вы там отстаивали с не выспавшиеся службы ждали когда побыстрее на закончится подойти к чаше и это вроде как богослужение это вроде и есть христианская жизнь еще чего-то там устраивали какие-то кафе в москве он устраивали православные вообще кафе православные это духовно оказывается такое религиозное действие православные байкеры это религиозное действие на мотоциклах покататься в кафе посидеть это религиозное действие ну знаете когда ты так расслабленно живешь что не надо удивляться что вот такое приходит в чем мы сейчас живем вот это все и есть вот результат того как мы расслабленно жили и где рассказывает батюшки на экранах как все хорошо жить как нужно пост себе соблюдать как нужно одежду значит какую нужно и так далее там подобное дорогие мои мы не те за кого нас держат я вам так скажу мы действительно воины христовы мы действительно находимся в передовых на передовых рубежах этой битвы и поэтому расслабляться не надо но что главное в любой даже вот в обычной войне это знание себя своих возможней это вооружение которое ты умеешь управлять а нам говорит евангелие и святые писания что вооружись в щит веры стрелы и все остальное доспехи возьми в руки меч любви но взял но вооружился но отдел на себя все это а дальше то что что ты умеешь и вообще кто ты такой чтобы все это вооружение на себя напялить вот поэтому в стране так расслабленно жили думаю ну ладно там в армии я ходил годик я там по был чему-то научился у меня близкого человека пригла призывали вот на эти переподготовки таких взрослых мужчин ну знаете это цирк это 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 цирк не перед подготовками если это хуже не назвать а теперь что что они вот с этим с тем что в армии той годовой получили и на этих переподготовки что-то могут нет вот поэтому и берут в лагеря по несколько месяцев там доготавливает грубо говоря поэтому мы с вами как я вам все время говорю перешли на практическую деятельность это что я вам рассказываю каким образом вы это все изучаете это еще раз повторяю боевые искусства кстати я участвовал в подготовке некоторых боевых можно так сказать как как сказать так чтобы мало чего сказать то есть я был духовником например у нескольких спортивных давайте назовем так организации которые занимались борьбой и объяснял им как относиться к ней с помощью духовных сил и вспоминай о своих духовных возможностях ведь они никуда не пропадают чем бы ты не занимался если ты служишь господу если ты служишь предназначение твое за други твоя то все это у тебя включается господь тебе дает эти все возможности о которых мы с вами здесь и говорим поэтому то что вы слышите еще раз повторяю это участие во всех мировых событиях на стороне добрых сил которые вы можете принимать и самые активные участие и бой большие действия делать если будете включаться в это молитвка и деланием просто добро деланием добродуши и сейчас дефицит в добродушных людях добродушных людей не хватает было бы много добродушных у нас бы не творилось то что у нас творится поэтому мы с вами продолжаем нашу школу ангелов мы с вами дошли до второй главы их книжечки дух душа и тело святителя луки воина ясенецкого и в первой главе удивительной главе удивительной главе я вам прочитал как святитель видит мироздание где он называет можно так сказать три вида существования материальные полуматериальные и нематериальные часть он называет энергией и он полагает что по слову божию по мысли по программе божьей из этого нематериального мира который наполнил энергией энергии появляется мир материальный в виде любых здесь сущностей как ну живых так и неживых то есть мы их называем неживыми но в конечном итоге вы увидите что святитель лука и неживых считает одухотворенными но мы к этому еще придем но сегодня у нас глава 2 где он начинает обсуждать как дух проникает в этот мир через то живое что нас с вами окружает и первую стадию можно так сказать вот такого одухотворенной жизни на его взгляд имеют простейшие организмы и растения глава 2 я чуть-чуть перескать и перескочил мы глава 2 сердце как орган высшего познания извините я забежал вперед я книжку тоже прочитал значит после первой главы где он написал как и вам сказал три мира он рассуждает о том а как же чувствует человек этот мир эти все миры вот материальный полуматериальный и нематериальный мир и если он чувствует материальный мир как мы с вами уже много раз говорили пятью чувствами которые у него есть то нематериальный или полуматериальный мир то есть ангельский мир и мир божественный человек чувствует давайте читать следующим путем сердце как орган высшего познания уже в времена древних греков слова означали не только сердце в прямом значении но также душу настроение взгляд мысль даже благоразумие ум убеждения и так далее народное чутье уже издана верно оценила важную роль сердца в жизни человека сердце перестает биться жизни пришел конец поэтому некоторые называют сердце мотором жизни мы хорошо теперь знаем насколько физическое и духовное благополучие зависит от правильной функции сердца нам приходится в повседневной жизни слышать о том что сердце страдает болит и так далее в художественной литературе билетристики можно найти выражение сердца тоскует радуется чувствует и так далее таким образом сердце сделалось как бы органам чувств и притом чрезвычайно в тонким и универсальным остановиться на этом необходимо поэтому что все указанные явления в своей основе имеет глубокий физический смысл говорит павлов в отдельную эпоху когда наши предки находились зоологической стадии развития на все раздражения получаемыми ими они реагировали почти исключительно мускульной деятельностью приблодавших над всем остальным рефлекторным актами а мышечная деятельность точнейшим образом связана с деятельностью сердца и сосудов у современного цивилизованного человека мускульные рефлекции почти уже сведены до минимума связано же с последним изменением сердечной деятельности сохранились хорошо современный цивилизованных человек путем работы над собой приучают скрывать свои мышечные рефлексы только изменением сердечной деятельности все еще могут указать нам на его переживание таким образом сердце и осталось для нас органам чувства тонко указывающие на субъективное состояние и всегда его изоблючающим для врача надо отметить что насколько хорошо происходит регуляция сердечной работы обусловлены мышечная деятельность конечно не чрезмерно и настолько же плохо происходит регуляция сердечной работы при различных волнениях которые не ведут к мышечной работе от того то так легко поражает сердце улиц свободных профессий несущих легкий физический труд но зато чрезмерно подвержены жизням три волнения я кое-что так упускаю маленечко но священное писание говорит нам о сердце гораздо больше о сердце речь идет чуть ли не на каждой странице библии и в первые читающие и не может не заметить что сердце придается значение не только центрального органа чувств но и важнейшего органа познания органа мысли и восприятия духовных воздействий и более того сердце по священному писанию есть орган общение человека с богом следовательно она есть орган высшего познания вот мы с вами перешли кто и как я вам говорил части духовной нашей жизни когда мы в боге с в духе с вами ищем бога любим бога и живем в боге вот органам познания бога тем который находит бога оказывается в нас является сердце в нас является сердце поистине всеоблеще всеобъемлющие по описание роль сердца в области чувства она веселиться радуется здесь ссылки все на псалтырь на все священные книги где это сказано скорбит терзается рвется от злобы горит трепетным предчувствием у клеопы она негодует на господа в нем гнездится гнев прелюбодейная страсть зависть надменность смелости страх нечистота похотей его сокрушает поношение но она воспринимает и утешение способна к великому чувству упования на бога и сокрушение грехах своих может быть вместилищем кротости и смирения помимо этой полноты чувствования сердце обладает высшей способностью ощущать бога о которой говорит апостол павел афинском ариапаге дабы они искали бога не ощутят ли его не найдут ли об ощущениях бога или вернее благодатных воздействий духа божий на сердце говорят ноги подвижники благочестий многие преподобные все они более менее ярко ощущает те же что и святой пророк иеремия было в сердце моем как бы горящий огонь еще пропускают все они по собственному опыту говорят о том что при добром благодатном устроении души ощущается сердце тихая радость глубокий покой и теплота всегда возрастающий при неуклонных и пламенной молитве и после добрых дел здесь я прервусь потому что хочу теперь вам дальше пояснить как вот он воспринимает или как я тоже воспринимали теперь сердце поскольку у нас то есть сейчас еще больше знаний знаний поскольку книга писана в середине или даже в первой половине двадцатого века у святителя луки еще не было тех возможностей которые уже сейчас достигла наука и науку уже изучая строение организма в том числе человечество организма дошла до того что на самом-то деле у нас не только по нервным нашим сетям так называемый нервам окончания проистекает информация тех или иных органов но есть и некое как радио что ли ли как теле излучение у каждой клетки которая на самом деле сообщает высшему органу ну через эпифис сообщает сердцу как же ему действовать вот смотрите у нас в мозгу есть отдельные участки которые отвечают за печень за желчный пузырь за почки за мышцы ну в общем отдельные участки за все есть святитель лука говорит о том что за сердце ничего не отвечает нет вот такого можно так сказать центра в голове где ты видишь что сердце управляется и сердце каким-то образом меняет свое состояние по этому участку мозга и что это значит ну во первых значит что во первых у сердца тоже найдены уже некие клетки ну можно так сказать мозга но действительно умное это сердце это сердце а во вторых оказывается сердцем управляет и слышат весь организм сразу и наоборот весь организм сразу слышит сердце то есть у нас изменяется потоки крови у нас изменяется давление у нас изменяется густота крови что это тоже кстати зависит от сердца это она решает там побольше поменьше воды за захватить или еще что-то разжижить кровь это все сердце дает этот сигнал весь получается организм как бы работает на то чтобы сделать легче жизнь сердцу при этом это все работает на то чтобы стало легче жизни организма и поэтому когда давай у вас давление какое-то невероятное то можно предположить что вас просто какая-то венка там или какой-то сосудик закупорился особенно в голове и вот сердце пытается его прокачать пытается его значит каким-то образом опять и живить потому что закупорился значит все что к этому сосуду было прикреплено он обслуживал крови начинает отмирать что такое инсульт вот пожалуйста сосуд либо лопнул либо закупорился ишемия или закупорка и все и и получается или инфаркт вот и получается что вот эта часть которую обслуживал этот сосуд начинает отмирать а кто это может отрегулировать только сердце сколько туда крови послать как эту кровь сделать погуще или еще что то то есть оказывается у нас действительно сердце отвечает за все умные при этом сердце не есть только орган тот который в груди вот эта мышца оказывается сердцем и святые отцы так и называли называли там среднюю часть мозга то есть сердце мое вот мозг некоторые вообще разум называли сердце разум и это